Соблюдение санитарных требований на строгом контроле. В Алматинской области действует 267 мониторинговых групп. С начала года проверено около 3000 объектов бизнеса. Сегодня мониторинговая группа города Талдыкурган в составе санврачей, представителей отдела предпринимательства и палаты Атамикен посетила крупные торговые дома областного центра. Все подробности в материале нашего корреспондента. Прямо на входе в торговый дом сотрудники проверяют статус покупателей. Измеряют температуру и напоминают об обязательном ношении масок. Соблюдение санитарных норм на строгом контроле администрации магазина. А потому во всех отделах имеются предупреждающие о карантине листовки. А сами сотрудники стараются делать все, чтобы беречь себя и здоровье клиентов. У нас санитайзер есть, например. Сами мы привиты здесь обязательно. К этой системе мы относимся вообще положительно, правильно. Прививаться всем нужно. QR-коды должны быть у всех. И я считаю, что это правильно для нашей же безопасности. Мы соблюдаем дистанцию. У нас все разметки есть. Зал большой. Поэтому мы стараемся соблюдать. И относимся ко всему все правильно. В нашем центральном универмаге входные двери находятся пять. И вот в этих дверях стоят наши сотрудники. Проверяют покупатели, когда заходят. Фиар-код, вот эта вот вакцинация есть или нет. В зеленом это мы пропускаем. А если какой-нибудь человек подходит, это мы вежливо говорим, что нельзя. У нас работают люди. Эпидемиологическая ситуация в Талдыкургане нестабильная. В сутки регистрируется около ста новых случаев заражения. В рамках исполнения постановления главного санитарного врача области мониторинговые группы проверяют объекты предпринимательства. На этот раз комиссия побывала в девяти крупных торговых домах областного центра, где проведена разъяснительная работа с администрацией и продавцами. Стоит отметить, что в областном центре приложение «ШИК» использует 1200 объектов. Эпидемиологическое расследование показало о том, что большинство людей заражались в таких общественных местах торговых центров, в закрытых помещениях. И с этим сегодня совместно управлением отделом предпринимательства города, также с палатой предпринимателей «Атомикен» вышли на выездную программу для разъяснения, согласно действующих постановлений Республики Казахстан, также областного постановления. Также разъяснить работу, принцип, для чего вообще нужен проект АШР и пользы, и также его плюс. Пока рейд носил лишь предупредительный характер, но в последующем нарушители будут привлекаться к административной ответственности. К слову, именно такая участь ждет 650 талдыкурганцев, которые с красным статусом нарушили домашний карантин.